Крайне неудачный пример с остыванием стакана. Когда он остынет совсем, у вас возникнет лед. У льда энтропия меньше, чем у воды. Поэтому, я думаю, все энтропии и рассуждения никакого отношения к проблеме не имеют. Свободная энергия, да? Потому что у вас система взаимодействует с окружением, с термостатом. А в этой ситуации энтропия вообще не является термодинамическим. Если у вас температура постоянная, температура давления, это термодинамический потенциал гипса. Свободная энергия гипса. Если объемка температуры, это свободная энергия. И то, что в жизни существует, это на самом деле поток, накачка свободной энергии. Идет поток свободной энергии через систему. И она в стационарном, неравновесном состоянии поддерживается. В этом состоянии термодинамика вообще не работает. Потому что термодинамика только в равновесии или линейная вблизи. Никакой неравновесной термодинамики нет. В принципе, есть кинетика. То есть, идей Пригожина тоже нет, за которую он получил? Ну, понятно ваше мнение. Я думаю, что Пригожин получил Тобелевскую премию по химии не за равновесную, не за декларацию о том, что существует неравновесная термодинамика. Он получил за самокупность работы. У него замечательные работы по статусу физики. Я кинетику не рассматривал. Этот пример приведен, естественно, в качестве иллюстрации того, что если у нас есть стакан горячей воды, и этот стакан остывает, то уменьшается градиент температуры между стаканом горячей воды и окружающей средой. И он постепенно сходит к комнатной температуре. И этот процесс самопроизвольный. А противоположный пример с нагреванием, он отражает обратный процесс увеличения градиента между водой в стакане и окружающей средой. И этот процесс требует затраты энергии. Вот да, но энтропия при этом не увеличивается, уменьшается, когда вода замерзает. Я не говорил о том, что вода должна замерзнуть. Я рассматривал комнатные условия, и это просто пример. Какого кинопроизвольного процесса? Have you considered the possibility of the formation of these biomolecules in a comet, rather than in volcanoes? Because there you can get alternating high temperature and low temperature, which could give good conditions for amplification of DNA. And also when small fractures occur in the crust, allowing the liquid to evaporate, you could get rapid increase in condensation of solutes to put the molecules in close proximity. I consider such a process in hydrothermal systems, and not in volcanoes, but in hydrothermal systems, which are related with volcanoes. And I think that such a process is quite possible. And concerning comments, in my opinion, what this concept adds to the necessary conditions for the origin of life. that well known three conditions, liquid water, source of energy, and the third organic matter. This concept adds one more necessary fluctuation of thermodynamic and physico-chemical parameters. So, in comets, in case they were even one in their melted state, it was quite possible, this theoretical opportunity, quite possible appearance of primary living forms of life. Although their level of organization, obviously, should be much lower than even in simplest real units on the earth. Пожалуйста, я, наверное, пропустил энтропийные насосы. Что это такое вообще? Это биохимические системы? Я рассматриваю это на двух уровнях. Первый – это общий, это энтропия, которая должна выводиться, активно выводиться системой за окружающую среду. Например, даже такой процесс, как, допустим, продащение пищи – это есть процесс привлечения свободной энергии. А, скажем, обратный выход – это выход низкоорганизованной материи, которая уже обесценена энтропией с точки зрения свободной энергии. И второе, если говорить о конкретных примерах, то насосы, которые связаны с биохимические молекулы, которые закачивают калий в систему и выводят в натрий, поддерживая таким образом оптимальный баланс и оптимальную концентрацию, высокую калия. Что приводит к такой функции? Это открытость системы? Это, понимаете, направленная поток энтропии? Да, я думаю, что в тот период, когда возникла термодинамическая инверсия, когда произошел разворот направлений свободной энергии, естественно, в систему она должна извлекать и закачивать столько свободной энергии, чтобы она энтропию придавливала и выводила активно ее наружу. Я думаю, что это в тот момент, когда, ну скажем так, в широком смысле, когда система за счет большого резкого вклада свободной энергии, она какое-то время выпрыгивает над энтропией, а потом, естественно, начинает возвращаться назад в окно, она уже биологическая, у нее уже есть испыток свободной энергии, и она уже начинает складываться, и дальше она начинает убегать, убегать, убегать от этого состояния. То есть это избыток, локализованный избыток своей энергии. Да, причем выбросы на виде большого... Вопросы у меня просто замечают. Значит, Сергей, я не хочу сейчас уникать тонкости того, что ты рассказал и как ты все это представил. Но во всяком случае, мы используем вот пригожинские системы, диссипативные структуры и так далее, и так далее, для объяснения нарушения симметрии и появления в добиологической среды, камахеральной среды. Вот просто то, что вы сегодня рассказывали, ну, в деталях совпадает, но так, ну, в общем-то, отличается, потому что вы рассматриваете уже биологические системы, а я рассматриваю добиологические. Поэтому такой подход я не видел еще и не до биологии, и не после биологии. Более того, в моих системах, в моих, так сказать, предположениях, которые, это не мои только, но еще и целые школы физиков, плазмофизиков, все это происходит вообще не в химических, а в плазмохимических процессах. Абсолютно так же бифуркационные процессы, колебания вызывают огромный потенциал для раздвоения этой системы. То есть бифуркация образуется, которая перекидывается из одного состояния в другое, вдалеко, очень далеко от термодинамического битве равновесия. И в конце-то, к концу, есть малое воздействие, которое возникает еще в процессе формирования вот этих след, которое определяет, вот, если можно сказать, полярность нарушения симметрии. И это незначительное, но вот это вот незначительное нарушение в сторону L-аминокислот, к примеру, в протеинах, как раз, всю эту систему бросает в L. Вот и возникло очень интересный доклад. Спасибо. Да, я согласен, что это может происходить и в добиологических системах за счет того, что бифуркация происходит и на том уровне, что вы говорили, а переходы взад и вперед, они являются асимметричными. Абсолютно. Спасибо. Спасибо. Спасибо.